Здравствуйте! В эфире Вести. В студии Виктория Царёва. Смотрите сегодня в выпуске. Высший совет прокуроров решил объявить конкурс на вакантную должность генерального прокурора страны. Под ударами стихии. Пока страна подсчитывает убытки от вчерашнего ливня, непогода снова о себе напоминает. На публичных дебатах с Минфином обсудили способы искренения коррупции, налоговую политику и даже вопросы экологии. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали в его загородной резиденции. В Японии устраняют последствия тайфуна Ликима. Московский автобус отмечает день рождения. 95 лет назад в российской столице появился первый регулярный маршрут. На фоне скандала, который разразился после публикации фотографий из детсадов столицы, агентство по безопасности пищевых продуктов отчиталось обо всех действиях, предпринятых по предупреждению поставок некачественных продуктов в образовательные учреждения страны. Накануне руководство учреждения провело пресс-конференцию. Заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ИОН Тома сообщил, что только в первом полугодии 2019 года было проведено 1536 проверок учреждений образования и экономических агентов. Инспекторы определяли их оснащенность, необходимым оборудованием и проверяли соблюдение санитарных норм. В ходе проверок, к сожалению, были выявлены нарушения. В результате было составлено 44 протокола. Также зарегистрированы несоответствия, которые должны быть устранены. Речь идет о 360 предписаниях. За последние три года, благодаря эффективному сотрудничеству с местными органами власти, с управлением общественного питания, в стране отмечается положительная динамика в том, что касается технического оснащения, текущего ремонта, регулирования процесса закупок в блоках питания школ и детских садов. В отношении детсада номер 177 Ион Тома уточнил, что в учреждении взяли необходимые образцы и теперь инспекторы отследят весь процесс закупок, поставок и хранения продуктов с начала года. Руководство агентства по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что в случае выявления в детских столовых некачественного продовольствия ответственность несет как поставщик, так и администрация учебного заведения. В настоящее время в Молдове работают 2582 блока питания в школьных и дошкольных учреждениях. Искоренение коррупции в государственных учреждениях, внесение изменений в закон об оплате труда и нововведения относительно защиты окружающей среды. Эти и другие вопросы были подняты на публичных дебатах, которые организовало Министерство финансов для обсуждения плана действий правительства. Глава ведомства Наталья Гаврилица отметила, что сейчас Минфину предстоит много работы, чтобы стабилизировать бюджетно-финансовую сферу. Коррупция остается одной из самых болезненных проблем Молдовы, особенно если речь идет о взяточничестве в государственных учреждениях, что ведет к прямому хищению средств из бюджета. Об этом заявила министр финансов Наталья Гаврилица. На консультациях она рассказала об одном из главных инструментов по предотвращению отмывания публичных денег. Речь идет о финансовой инспекции. Когда я пришла в министерство, я нашла план упразднить финансовую инспекцию. Мы считаем, что эта структура важна, чтобы расследовать и проводить анализ того, как были потрачены публичные средства. Мы убеждены, что необходимо определить роль финансовой инспекции. Этот орган необходимо консолидировать. Также Минфин всерьез намерен заняться обеспечением прозрачности государственных закупок. Для этого потребуется разработать множество нормативных актов, призванных воплощать законы в жизнь, уточнила Гаврилица. Затем министр обратила внимание на другой вопрос, а именно на закон об оплате труда бюджетников. По словам главы ведомства, существуют проблемы с его внедрением. Этот закон был принят в спешке, в отсутствие реестра трудоустроенных в бюджетной сфере. Помимо этого, изменения, которые произошли в парламенте, вызвали и некоторые расхождения. Вы знаете, что у нас действуют моратории на трудоустройство новых людей и моратории на премии. Мы получаем многочисленные просьбы внести изменения в этот закон. Во время консультации был затронутый вопрос налоговой политики. Гаврилица отметила, что осенью состоится обсуждение проекта, внедрение которого позволит стимулировать добросовестную конкуренцию. Также министр финансов не обошла вниманием вопрос экологии. Она отметила, что экономическим агентам могут возвращать часть средств, взимаемых за загрязнение окружающей среды при условии, что они будут инвестировать в переработку отходов из пластика. Еще один приоритет – разблокирование внешней финансовой помощи. Наталья Гаврилица заявила, что будет создана рабочая группа, которая будет следить за реализацией крупных проектов, финансируемых из-за рубежа. Она уточнила, что таким образом деньги, предоставленные для развития, будут использованы по назначению. После продолжительных споров, Высший совет прокуроров принял решение объявить конкурс на должность генерального прокурора. Заявки кандидатов принимаются до 10 сентября этого года. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания. На соответствующее решение премьер-министр Майя Санду отреагировала негативно. Присутствовавшая на заседании Высшего совета прокуроров министр юстиции Олеся Стамати выступила против того, чтобы инициировать конкурс именно сегодня, предложив альтернативу. Я предлагаю отложить конкурс до сентября, так как вы знаете, что планируется внесение изменений в закон о прокуратуре. Министерство юстиции также находится на разработке закон, который его дополнит. Существует вероятность, что из-за этого впоследствии придется аннулировать результаты конкурса. Разве это более приемлемый вариант, нежели отсрочить конкурс? Ее мнение также поддержал представитель президента в Совете Думитру Пулбери, отметив, что торопиться некуда, так как на данный момент должностные обязанности выполняет ИО генпрокурора. Другие же представители ВСП, а также его председатель Анжела Матузок, подчеркнули, что необходимо придерживаться именно действующего законодательства. Хочу также отметить, что наше ведомство не было уведомлено о том, что предложены изменения в законодательство. Мы узнали об этом, как и все, из прессы. Ни парламент, ни министерство юстиции не запрашивали от Совета соответствующего заключения. Голосами членов Высшего совета прокуроров было принято решение инициировать конкурс на должность генерального прокурора. Кандидаты, подходящие по перечню критериев, могут подать свои документы до 10 сентября. Это решение раскритиковала премьер-министр Мэя Санду. Это является неподчинением ожиданиям всех граждан. Они инициировали этот конкурс, когда существует законопроект, за который проголосовали в первом чтении парламента. Этот документ изменит процедуру избрания генпрокурора. Также он предусматривает ряд мер в рамках основательной реформы прокуратуры. Премьер-министр заявила, что на следующем заседании правительства обсудят вопрос о срочном создании антикоррупционного бюро и реформы юстиции при исполнительной власти. По ее словам, в него войдут представители гражданского общества, международные эксперты, а также руководители профильных учреждений. Она также подчеркнула, что новое правительство будет настаивать на строгой системе отбора нового генерального прокурора. Напомним, что 11 июля генпрокурор Эдуард Харунжин сложил свои полномочия. Исполняющим его обязанности стал Думитру Робу. Сегодня Высший совет прокуроров также назначил и его заместителей, прокуроров Эдуарда Булата, Мирчу Рашиору и Александру Никиту. Специалисты оценивают ущерб от прошедших накануне ливней с градом. От непогоды больше всего пострадали северные районы страны. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Гладянах сильный ветер повалил деревья и сорвал с крыш нескольких складов листы шифера. Крупный град побил окна нескольких домов в каменке Гладянского района. Дождь затопил более десятка хозяйств. В садах пострадали деревья. Досталось от разгула стихии селам Яблуана из Турзовка того же района. В столице ливня осложнили передвижение транспорта. На улицах образовались потоки воды. Улицу Албешара затопило. На Буйканах ветер повалил несколько деревьев. Комиссии от инспектората по чрезвычайным ситуациям работают в пострадавших населенных пунктах и оценивают размер ущерба, нанесенного непогодой. После недолгого утреннего улучшения погоды на страну снова обрушились ливни, сопровождаемые шквалистым ветром. Столица снова затопила улицу Албешара. И днем патрульные инспекторы временно перекрыли движение по ней. Полиция призывает водителей быть максимально внимательными. В связи с нестабильным характером погоды Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности. К другим темам. Александр Слуцарь возмутился ответом прокуратуры относительно препятствий в расследовании банковского мошенничества. Об этом вице-председатель парламента и председатель профильной комиссии написал в социальных сетях. По словам Александра Слуцаря, ответ прокуратуры гласит, что основное препятствие для расследования уголовных дел о краже миллиарда – отсутствие финансово-экономической экспертизы в отношении точной суммы необеспеченных кредитов, выданных с 2009 года. Я был озадачен после того, как ознакомился с ответом прокуратуры, подписанным еще Харонжином, относительно результатов расследования банковского мошенничества. Эта экспертиза была назначена 10 июня 2015 года и длится 4 года. 4 года! Как они еще не начали заниматься научными исследованиями по всем кредитам, начиная со дня независимости? Тогда эту экспертизу провели бы дети нынешних экспертов. И смех, и грех. Написал Слуцарь на своей странице в социальной сети. Отметим, что документа, подтверждающего его слова, опубликовано не было. Генеральная прокуратура пока никак не прокомментировала заявление председателя комиссии по расследованию кражи века. Корреспондент РТР Молдова попытался дозвониться до прислужбы ведомства. Однако на телефонный звонок никто не ответил. Демократы призвали ИО генпрокурора Думитру Робу аннулировать распоряжение об открытии уголовного дела по факту узурпации власти. В противном случае указ они опротестуют в суде уже в начале следующей недели. Обращение подписала группа депутатов ДПМ и бывшие члены правительства. В их числе Павел Филипп, Александр Жиздан, Моника Бабук и другие. Юридическим обоснованием незаконности решения об открытии уголовного дела по факту узурпации власти является и то, что исполняющий генпрокурора Думитру Робу мог аннулировать постановление своего предшественника Игоря Попа, который отказался возбудить дело в отсутствии состава преступления только на основании решения суда. Чего не произошло. Демпартия обратилась к дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдове и к представителям международного сообщества с просьбой вмешаться, чтобы вернуть новую власть в конституционное поле. В Генеральной прокуратуре еще не прокомментировали заявления демократов. В Национальном антикоррупционном центре состоялась встреча главы ведомства Руслана Флочи с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Обсуждалась разработка совместных проектов в области противодействия коррупции, а также возвращение доверия общества к усилиям Центра в борьбе с системным подкупом. Руслан Флоча отметил, что НАЦ располагает лучшими инструментами и квалифицированным персоналом для решения поставленных задач и поблагодарил США за поддержку. В свою очередь Дерек Хоган пожелал Национальному антикоррупционному центру сохранить свою независимость. На строительную площадку газопровода «Унген и Кишинев» прибыл первый транспорт с трубами для подключения газа. Об этом в социальных сетях сообщило Министерство экономики Румынии. Ведомство подчеркивает, что строительство газопровода является важным проектом как для Молдовы, так и для Румынии, а также для региональной энергетической безопасности, которую румынская компания «Трансгаз» развивает через «Вестмолд Трансгаз». Строительство газопровода «Унгена Кишинев» на всех семи участках началось в середине июля. Был уложен и выровнен первый слой камня, удален плодородный слой почвы и проведены земляные работы для фундамента и опорных стен. В правительстве определились с выбором. На ночной пресс-конференции премьер-министр Майя Санду заявила, что спецкомиссия отобрала кандидатов на пост новых магистратов Конституционного суда. Их четверо – это Любашова, Эдуард Сербенко, Владимир Гроссу и Николай Рожко. Майя Санду также отметила, что на следующей неделе состоится заседание, на котором Кабмин рассмотрит предложенные варианты и примет окончательное решение. Напомним, согласно законодательству, двух судей КС выбирает правительство, двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух парламент. Последние два ведомства уже представили своих кандидатов, назначения которых также должны утвердить на заседании парламента. Марина Таубер сообщила, что в ближайшее время состоится пресс-конференция с участием председателя партии Шор и депутатом Илоном Шором. Такое объявление вице-председатель политформирования и депутаты сделала на одном из частных телеканалов. По словам Таубер, на мероприятии будут озвучены планы партии на предстоящие местные выборы. Вице-председатель партии Шор уверена, что у политформирования есть возможность получить высокую поддержку в Кишиневе. На этом и будут сосредоточены усилия. Напомним, что сейчас Илон Шор предположительно находится за границей. В конце июля Министерство внутренних дел объявило его в национальный и международный розыск. Реконструкция гранитной лестницы в столичном парке Валя-Мори завершилась. Мэрия Кишинева планирует приурочить инаугурацию объекта ко Дню независимости 27 августа. Напомним, лестницу привели в порядок благодаря гранту в размере почти 920 тысяч евро, который перечислил местный совет сектора 1 муниципе Бухарест. Столичная мэрия добавила 3,5 миллиона леев. Ну а о других событиях мы расскажем в рубрике короткой строкой. В этом году земля Молдовы оказалась щедра на урожай винограда. Вызрела на 10 тысяч тонн больше столовых сортов, чем в 2018. Учитывая, что предложение превысило спрос, ягоды продают по доступным ценам. Уже собрано 135 тысяч тонн винограда, причем высокого качества. Проблему этот факт представляет для тех производителей, у кого нет холодильных камер. Им нужно продать урожай в кратчайшие сроки. Наша страна сократила производство и потребление электроэнергии. В первом квартале этого года газонатуралфеноса и фурнизария энергии электричи Норд закупили на 20 миллионов киловатт-час меньше, чем год назад. Всего за первые три месяца поставщики электричества приобрели 1 миллиард 2 миллиона киловатт-час на сумму в 1 миллиард 151 миллион леев. В четверг администрация президента обсудила с представителями деловой среды возможность учреждения в Молдове института омбудсмена для предпринимателей, процедуру отбора и назначения на эту должность. Законопроект к началу сентября разработают советники главы государства в сотрудничестве с бизнесменами. Предполагается, что омбудсмен будет контролировать соблюдение интересов деловых людей в деятельности власти. Накануне вечером на столичной улице Федереулы вспыхнул пожар. Загорелся склад с автозапчастями. Три пожарных расчета потушили пламя менее чем за полчаса. Пострадавших нет, однако сгорели шины и запчасти. Причины возгорания устанавливаются. Бельцы рискуют остаться зимой без отопления. Эту тему обсудили накануне на совещании в местной мэрии. Директор муниципального предприятия «Термогаз» Степан Мунтиану поблагодарил потребителей, которые вовремя оплачивают услугу теплоснабжения, но отметил, что существующая задолженность около трех миллионов леев не позволяет рассчитаться с поставщиком за потребленный газ. На левобережье Днестра в седьмой раз открылся лагерь посла России. На этот раз отдыхать будут 35 детей из малоимущих и многодетных семей, а также те, у кого нет родителей. Накануне состоялось торжественное открытие. С 2013 года в лагере посла России побывали около тысячи приднестровских ребят. На базе отдыха они занимаются спортом, заводят новых друзей, плавают в бассейне и играют. Башкан Ирина Влах сообщила журналистам, что планирует повестку для встречи с премьером Майей Санду. По словам главы автономии, визит Санду в регион может состояться в конце августа-начале сентября. Влах отметила, что рассчитывает на конкретное обсуждение всех вопросов, в том числе и подготовки выездного заседания правительства в Гагаузии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распределение пошлин, рост товарооборота, цифровизация экономики. Эти и другие важные темы евразийской интеграции обсуждают сегодня в киргизском городе Чулпоната. Там проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС. Участники встречи уже пообщались и в узком, и в расширенном составе. Впереди еще двухсторонние переговоры. По мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, это заседание должно принести большие плоды для всех стран-участниц. Дмитрий Медведев в город Чулпоната прилетел накануне и сегодня еще до встречи с коллегами провел беседу с президентом Киргизии Саран Баем Жейнбековым. Поговорили о политике и местных красотах, обсудили двусторонние отношения. Российский премьер передал главе республики приветствие от Владимира Путина. Мы считаем вас очень близким другом, и вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану. И недавно была оказана финансовая помощь Кыргызстану, и техническая помощь, и проведение саммита, что я хочу признать, она была оказана во время. У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности, мы сказали уже, мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру республики Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом. Хочу вам передать привет от Владимира Владимировича Путина. Встреча проходит на территории культурного комплекса Рух-Ардо, что дословно переводится как духовный центр. Главный лейтмотив здесь – знаменитая киргизская юрта. Что, поставим на союз? Да, она так красиво стоит. Я вам, например, предлагаю это и тёплым сказать. Самый лучший юртубный. Евразийский экономический союз объединяет страны, в которых живут почти 200 миллионов человек. Интеграция государства помогает свободному передвижению товаров и перемещению рабочей силы. Как сделать эти процессы ещё более удобными и взаимовыгодными, члены межправсовета обсуждали тоже в юрте, очень богато украшенные изнутри. В расширенном составе премьеры встречаются уже в павильоне Чингиза Айтматова. Наша общая задача – ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе, стимулировать экономическую активность, повысить уровень жизни граждан наших стран. На нашем рынке сейчас проживает более 180 миллионов потребителей. Поэтому для общения между ними препятствий быть не должно. Здесь позиция у всех единая. Мы, конечно, за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 миллионов квадратных километров. Китай, Иран, Вьетнам – всё это государство, которым проект АЭС тоже интересен. Этот год для экономического союза юбилейный. Договор об интеграции был подписан пять лет назад, и каждая страна уже ощутила все его преимущества. Мы придаем особое значение вопросам интеграции и предлагаем максимальные усилия для дальнейшего развития и укрепления нашего союза. Помимо совместных переприятий состоятся также двусторонние встречи. А чуть позже премьер-министры будут участвовать в церемонии гашения памятных почтовых марок, выпущенных к пятилетию договора. Ну а накануне Дмитрий Медведев прокомментировал политическую обстановку в Киргизии и события задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Российский премьер выразил уверенность, что ситуация разрешится мирно, а власти Киргизии будут руководствоваться конституцией страны. Первое, что я хочу сказать, это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан наш крупный партнер. На мой взгляд, очевидно, что в 21 веке свой лимит на революции, как любят говорить, Кыргызия уже исчерпала. И было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране. Алмазбека Атамбаева задержали накануне в его загородной резиденции. Выездной суд вынес решение об аресте экс-президента на время следствия до 26 августа. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Как сообщил его адвокат, Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции. Известно также, что задержан бывший глава администрации киргизского президента. На допросы вызваны несколько соратников Атамбаева. Тем временем, ситуация на улицах Бишкека сейчас спокойная. Политическая обстановка никак не отразилась на проведении межправительственного саммита ЕАЭС. В Египте ликвидировались 17 террористов, причастных к воскресному взрыву в Каире. Как сообщили в МВД республики, все они были членами запрещенной в стране группировки «Братья-мусульмане». Напомним, в воскресенье у Национального института онкологии в египетской столице столкнулись несколько машин. Затем последовал мощный взрыв. Его жертвами стали 20 человек, 47 получили ранения. Как установило следствие, в одном из автомобилей находилась взрывчатка. Ее перевозили в другое место для совершения масштабного теракта. Сильнейший циклон обрушился на центральные регионы России. Для оповещения населения этой ночью МЧС впервые задействовала федеральные телеканалы. Предупреждения о шторме появились на всех экранах. Уровень опасности сейчас оранжевый. Порывы ветра до 20 метров в секунду. За несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. В Петербурге из-за циклона транспортный коллапс затоплены станции метро, подземные переходы и первые этажи зданий. Тот самый случай, когда даже зонтик не выручают. Прохожие не могут перейти улицы, не промочив ноги. Автомобили глохнут на перекрестках. Стена воды на несколько часов парализовала движение в городе. Русановская улица. Единственный проезд. Проливной дождь в центральных и южных районах Петербурга затопила не только тротуары и магистрали. Вода проникла в вестибюли нескольких станций метро, подземные переходы и магазины на цокольных этажах. Русановская улица. До сегодняшнего вечера. Последствия непогоды сейчас устраняют и в Японии. Там более 15 тысяч домов остались без света после удара тайфуна Ликима. Авиакомпании отменили уже полсотни рейсов. Сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших. Скорость порыва ветра в эпицентре Ликимы достигала до 60 метров в секунду. Сейчас тайфун практически миновал остров Окинава и движется в сторону Китая, где в ряде районов уже красный наивысший уровень опасности. Синоптики предупреждают, что непогода может затронуть и густонаселенный Шанхай. Местные власти объявили об эвакуации 16 тысяч жителей мегаполиса. Участок скоростной железной дороги Турин-Леон все-таки будет построен, несмотря на протесты местных жителей и одной из правящих партий страны. Большинством голосов Сенат Италии отклонил предложение об отмене реализации проекта по строительству магистрали. 181 голос против 110. Сенат Италии отклонил предложение об отмене реализации проекта по строительству участка скоростной железной дороги Турин-Леон. С такой инициативой выступило движение «Пять звезд» – одна из двух партий правящей коалиции. Коллеги из движения «Пять звезд» схватились за соломинку и придумали, как, не подвергая сомнению правительства, в которое входят сами через Сенат, вынудить власти отменить свое решение по скоростной магистрали. В Сенате прошло голосование еще по четырем резолюциям в пользу проекта, предложенном оппозиционными партиями. Все они были поддержаны. Союзники по коалиции голосовали фактически друг против друга, и аналитики не исключают распада альянса «Пятизвездочников» с Лигой, горячей сторонницей строительства скоростной дороги между итальянским Турином и французским Леоном. Проект, большую часть которого финансирует ИЭС, обойдется в 8,6 миллиарда евро. Он включает строительство 58-километрового туннеля через Альпы. Движение «Пять звезд» утверждает, что это нанесет вред окружающей среде, а строительство магистрали называют пустой тратой денег, на которые лучше модернизировать уже существующую транспортную сеть Италии. Сторонники же проекта считают, что его реализация создаст новые рабочие места, а перевозка грузов по железной дороге экологичнее, чем автомобильным транспортом. Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал уходящего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера помочь разрешить ситуацию вокруг спасательного судна «Опен Армс», которое дрейфует в открытом море в 30 километрах от итальянской Лампедузы. На его борту более 120 мигрантов, найденных у берегов Ливии. По мнению новоизбранного председателя Европарламента Давида Сассоли, необходимо срочная помощь и справедливое распределение мигрантов по странам Евросоюза после того, как судно войдет в один из портов ЕС. На борту «Опен Армс», принадлежащем испанской неправительственной организации, более 120 мигрантов, подобранных в море у берегов Ливии. Время идет, и чувство беспокойства и тревожности у людей усиливается. Мы бы не хотели дойти до такой точки, когда ситуация выйдет из-под контроля. Политика не может выходить на первый план, когда речь идет о людях. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы нам разрешили войти в безопасный порт, где мы сможем высадить этих людей в соответствии с международными соглашениями. Власти Италии не впускают «Опен Армс» в страну. В случае своевольного входа судно и его капитан будут арестованы. Отказалось принять мигрантов и Мальта, не позволив также заправиться в своем порту судну «Оушен Викинг» гуманитарной организации «Сосмедитиранин», спасающей беженцев, которые пытаются морем перебраться в Европу. Шлюпка с мигрантами добралась в среду и до испанского побережья в районе Кадиса, прямо на заполненный отдыхающими пляж «Эль Пальмар». 15 находившихся на его борту граждан Марокко были задержаны. В настоящее время в Средиземном море находятся еще несколько судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов. Стояла по пояс в мутном ручье и рычала, чтобы отпугнуть медведя. 82-летняя жительница Хабаровского края потерялась в тайге и оказалась совсем рядом с берлогой хищника. Ее чудом нашли волонтеры-спасатели, которые прочесывали тайгу днем и ночью. Ну а все подробности в следующем репортаже. Держите, помогайте, чтобы не упала. Держите, понимайте, потому что она дергается. Принимайте. Замерзнула все. Группа добровольцев и местных жителей начала поиски только спустя день после пропажи Анны Яковлевны. Всю предыдущую ночь самостоятельно ее искал только муж. Бабушка училась по болотам. 82 года. К ночи подоспело подкрепление. Людей разбили на две группы и отправили по разным маршрутам. Работали на отклик, проверяя любые шорохи и звуки. Вторая группа увидела поблизости лежанку медведя и услышала его сопение. Понадобилась помощь. Вместе с добровольцами на внедорожнике в лес приехали полицейские и четыре охотника с собаками. Пропавшую пенсионерку нашли в Трясине в нескольких метрах от лежанки медведя. Добровольцы подняли шум, чтобы отпугнуть Косолапова и приступили к эвакуации. У нее было только одно слово «медведь, медведь» рядом. Действительно, рядом ходили медведи. Бабушка все время ходит за грибами. Это ее любимое занятие. В лесу она себя чувствует очень хорошо. Врачи районной больницы, куда доставили 82-летнюю пенсионерку, оценили ее в состоянии как средней тяжести. Ее покусали комары, зафиксировано обезвоживание. Но, по словам медиков, чувствует она себя лучше, чем вчера. Восстановление здоровья после двух суток в лесу займет около двух недель. Безопаснее, комфортнее, быстрее. Такие задачи будут решать участники Международного евразийского форума «Такси», который открылся в российской столице. Только в Москве услугами таксомоторов ежедневно пользуются около одного миллиона человек. Форум продлится два дня. В нем принимают участие все, кто связан с работой такси – от водителей до чиновников. На форум съехались делегации из 50 регионов России и 20 иностранных государств. Услугами такси сейчас пользуются практически во всех странах, поэтому и проблемы в этой сфере транспорта общие. Участники обсудят основные тенденции рынка такси. Представители бизнеса и транспортных компаний будут говорить о том, как усовершенствовать этот вид услуги для клиента и в то же время сделать бизнес прибыльнее. На форуме будут говорить и о том, как правильнее разделить ответственность между водителем, агрегатором и таксомоторной компанией в случае ДТП. На сегодняшний момент где-то порядка 700 тысяч – это легальные у нас водители, а вообще в нелегальном, в Теневом, где-то порядка миллиона. Много водителей у нас из ближнего зарубежья и водительские удостоверения проверить сложно. Все уже привыкли вызывать такси через смартфон, но методы контроля не всегда успевают с развитием технологий. Участники форума внесут свои предложения о том, как контролировать такси виртуально, сидя у монитора. Сейчас стоит вопрос, чтобы проверки, которые традиционно идут на дорогах, работа с нелегальным извозом, легализация рынка, перешла именно в эту плоскость. То есть, хочется верить, будут внезрены базы данных различные, будут введены электронные сервисы, электронные документы оборотов. На форуме работает выставка последних образцов машин такси, в том числе беспилотных. Например, этот экземпляр уже несколько лет разрабатывают студенты одного из московских вузов. Форум будет идти два дня. Сегодня речь пойдет о разработке региональных программ работы такси. Завтра же участниками форума будет подписана резолюция, которую передадут Минтрансу, в Госдуму и другие органы, от которых зависит работа такси. Перенестись на 100 лет назад всего за 40 минут. Такую возможность получили туристы, которые отправляются в путешествие из Нижнего Новгорода в один из самых колоритных населенных пунктов области Городец. Окунуться в атмосферу начала 20 века теперь можно благодаря новому судну на подводных крыльях типа «Валдай». Оно пришло на смену советским метеорам и ракетам и вернуло очень важный туристический маршрут. Отправились в рейс до Городца на борту 45 человек. В свой первый рейс по Волге выходит «Валдай» – современное судно на подводных крыльях. Внешнее сходство с гоночным болидом не случайно. Пассажирский корабль способен развивать скорость до 75 км в час. Суда на подводных крыльях возвращаются, причем на те же самые туристические маршруты. 40 минут пути и «Валдай» доставляет первых пассажиров в Городец – старейший город Нижегородской области. У самого причала расположился город мастеров – огромный терем, где можно познакомиться с народными промыслами, например, с городецкой росписью. Здесь же за кружкой чая можно попробовать местные пряники. А от тульских их отличает как рецептура теста, так и начинка. Пряники достаточно вкусные, то есть начинка тоже вкусная, похожая на джем или повидло какое-то. На узких улочках Городца время как будто остановилось где-то в начале 20 века. В старинных особняках купцов обосновались музеи, самые разные, всего их более 30. Потрясающее место, где просто глаз отдыхает. И душа радуется, что сохранили такую красоту. Можно приехать из нашего урбанистической Москвы и посмотреть такой город. Летом в Городце туристов много. В основном это пассажиры круизных теплоходов. С возвращением на Волгу кораблей на подводных крыльях, власти региона намерены развивать туристические туры одного дня. Валдай ежедневно будет курсировать между Нижним Новгородом и Городцом. В планах открытие маршрута до Макаревского монастыря. Несколько рейсов утром и столько же вечером. Валдай без дозаправки может преодолеть до 500 километров. Он сможет катать туристов даже за пределы Нижегородской области. К следующему году по Волге уже будут курсировать 5 кораблей на подводных крыльях. Московский автобус отмечает день рождения. 95 лет назад в российской столице появился первый регулярный маршрут. А перед этим власти поставили несколько экспериментов. Например, переделывали в автобусы грузовики. И даже запускали аналоги современных электробусов. Так автобус подключается к зарядной станции. Всего 7 минут на подкрепление и снова может продолжать свой путь. Быстро, а главное без шума и выхлопных газов. Он намного плавнее, он намного легче, он намного управляемый. Вы сядьте за рулем, вы все поймете. Просто посидите. Там даже сидеть приятно. А теперь вернемся на сто с небольшим лет назад. 1907 год. На улицах Москвы точно такие же автобусы, которые работали от электричества. Правда, называли их чуть иначе – амнибусы. Но из-за плохих мостовых в центре города они очень быстро выходили из строя. Вскоре их вытеснили трамваи. Автобусы вернулись в столицу лишь в 1924 году. Это был английский праворульный Лейланд. Так началось первое регулярное движение в Москве. Сейчас многих маршрутов давно уже не существует. Зато до сих пор с 30-х годов сохранился 22-местный ЗИС-8. Чуть позже, когда в Москве стало появляться все больше спальных районов, маленького вагончика на всех уже не хватало. Первым большим автобусом в городе стал Лиас. Многие жители бывшего СССР помнят его до сих пор. Это первый автобус, в котором стало тепло. Тем не менее, работать водителем автобуса всегда было очень престижно. В советское время об этом мечтал, пожалуй, каждый второй мальчишка. В автобусе было что-то запредельное, такая большая машина. Особенно, когда старые лязы были, где возле водителя была скамеечка. Я там всегда очень любил ездить и наблюдать за водителем. Современные московские автобусы по своему комфорту и безопасности в числе лучших в Европе. Кроме того, Москва – один из немногих городов, где есть ночные маршруты. Москва – самые строгие требования к автобусному транспорту предъявляют. Это и полная низкопольность, то есть пол низкий, чтобы пассажирам было удобно заходить и выходить из автобуса. Это система климат-контроля, которая позволяет сохранять температуру комфортную в любое время года. В настоящий момент по городу курсирует больше пяти тысяч автобусов. Согласно статистике, каждый день они переводят около четырех миллионов пассажиров. А на сегодня это все. Больше информации вы найдете на сайте rtr.md. Хороших выходных и до встречи в эфире.